Добрый день дорогие друзья! Вы сегодня находитесь на канале ВИУСТ все про GPS мониторинг и сегодня мы раскроем такие три очень важные темы. Первая тема это будет касаться что же такое абонентская плата и что туда входит. Вторая тема будет мы сравним бесплатное обслуживание без абонентской платы и с абонентской платой. И третий вопрос который мы более глобальный насущный вопрос как использовать GPS мониторинг в противоугонных целях. Мы разберем виды угодного, мы разберем как этому можно предотвращать и поговорим о стоимости, сколько же все это стоит. Итак, поехали! Первый вопрос что же такое абонентская плата и зачем ее платить? Для этого мы разберем бесплатный сервис и платный сервис. Я попытаюсь оперативно писать. Так что же такое бесплатный сервис? Большая часть практически у каждой платформы обслуживания GPS мониторинга есть свои бесплатные программы. Что это такое бесплатная? Это сокращенная версия платной программы для того чтобы клиент мог попробовать. Это первое касание с функционалом программы. Итак, теперь мы разберем какие функции может бесплатная программа и платная. Но прежде чем начать разбирать подробно, все-таки хотел бы расписать, пояснить, что такое бесплатно. Бесплатно это понятие больше как кавычках разговаривается, что это нет оплаты за саму программу. Но в каждом GPS трекере есть карточка мобильного интернета, которую самостоятельный клиент должен пополнять. То есть мы говорим бесплатно, это без оплаты за использование программы. Но при этом все-таки оплата карточки мобильного интернета есть и клиент ее тоже наплачет. В случае же с платным сервисом оплата за мобильный интернет, она входит в стоимость, поэтому клиент ее не пополняет. Итак, сравним две программы, сравним платный и бесплатный сервис. Первый момент. В бесплатном сервисе количество объектов. Что такое количество объектов? Это могут быть машины, это могут быть люди, это могут быть всевозможные предметы, которые находятся под мониторингом. В бесплатном сервисе это 1-3 объекта, которые могут находиться в одной учетной записи. Многие пытаются хитрить, делать несколько учетных записей, чтобы в каждой было там по 3 и так дальше. Но это неудобно. Открывать, чтобы посмотреть остальные несколько объектов, нужно заходить по другую учетную запись, смотреть. В платном же этом сервисе это неограниченное количество пользователей, объектов, автомобилей, которые могут находиться в одной учетной записи. Второй момент. Это срок хранения данных. Что это за пункт? Это срок статистики, который вы можете поднять и посмотреть в данных видах программы. Это история поездок, история посещений, стоянки, остановки, то есть всю статистику, что происходило с транспортным средством или с другим объектом за время отслеживания. В бесплатном сервисе это до 1 месяца. В платном сервисе это до 12 месяцев. При этом этот срок можно продлить за счет того, что сохранение предыдущих 12 месяцев в форме не в режиме онлайн, а закодированных лог-файлов, которые могут храниться просто отдельно на сервере и потом подниматься по неуходимости. Итак, третий момент, третий пункт, по которым мы сделаем сравнительную характеристию. Количество отчетов. Количество отчетов. Что я имею ввиду под словом отчеты? Отчет это, каждая функция это отдельный отчет. Это может быть отчет по движению, отчет по стоянкам, по установкам, по вхождению в какие-то геозоны, по выходу из этих геозон. И в общем разнообразные показатели, которые может снимать данная программа. В бесплатных сервисах такие отчеты могут быть от 1 до 5. В платном сервисе это может быть в районе 250. Отчетов и показателей анализироваться одновременно. Четвертый момент, самый важный, самый основной для принятия решения, который и служит вот этим индикатором, по которому принимают решения. Это называется контроль топлива. В бесплатных сервисах практически у всех данная функция ограничена. И когда она предусмотрена, но она ограничена, она не работает. Когда клиент выбирает контроль топлива, его просят перейти в ПРО версию, в платную версию. То есть здесь данная функция недоступна, то здесь же она есть. Пятый момент. Завершающий. Мы, скажем так, ограничимся всего 5 пунктами. Это пункт завершающий, но не основной. Мы не будем долго это расписывать. Всего возьмем 5 пунктов. Первый – это сертификация. В бесплатном сервисе она отсутствует. В платном сервисе она есть. Что такое сертификация? Сертификация – это сертифицированное программное обеспечение в Украине, в частности, которое дает возможность официально использовать показания GPS-мониторинга. И, соответственно, для бухгалтерии, для других органов ссылаться на составление разных документов. Соответственно, приобретать для юридических лиц. Чтобы подвести черту и сделать итог при выборе, для кого это подходит, бесплатный платный сервис. Бесплатный сервис подходит, так называемым, людям, физическим лицам, у которых, или предприятиям даже, у которых 1, 2, 3 машины. Это с маленьким парком, которым не нужна большая статистика, просто хотят контролировать машину в режиме реального времени, и не больше. Платный сервис уже, и здесь же нет контроля топлива. А в платном сервисе это уже большие автопарки, ну что такое большие? От 5 единиц транспорта, это с легковыми, грузовыми и так далее, которые уже хотят анализировать, собирать статистику, делать выводы, сравнивать, экспериментировать, путевые листы заполнять и вести, скажем так, основная задача платного сервиса это уменьшить затраты на содержание транспорта. В принципе, ответил на эти вопросы, теперь разберем подробнее, что же входит в стоимость и сколько стоит абонентская плата в платном сервисе. В предыдущем с вами блоке мы разобрали, что такое бесплатный сервис, что такое платный. Теперь рассматриваем только платный сервис и что туда входит. Буду рассказывать на примере нашей компании, чтобы было понятно, что предоставляем мы и что это входит. Итак, первый момент, и каждый пункт я поясню. Первый момент, что такое абонентская плата. Абонентская плата это предоставление телематических данных. Это оплата, которая идет за обслуживание программы самой по GPS-мониторингу. И исчисляется она за один объект транспорта. То есть не за рабочее место, а за каждую единицу транспорта. Итак, первый момент, что входит в стоимость. Это веб-интерфейс. Веб-интерфейс. Что означает данный пункт? Это означает, что программа устанавливается и работает без привязки к определенному компьютеру. То есть где бы ни находился пользователь, собственник предприятия или диспетчер, который анализирует эти машины, с любого места и с любого девайса, который у него есть, это дома, в офисе, на отдыхе, в командировке, он заходит на специальный сайт, вводит свой логин и пароль и видит весь свой транспорт. Второй момент. Это сертификация. Это сертифицированное программное обеспечение, которое позволяет использовать данные с программ GPS-мониторинга в составлении различного рода документов. Что это за документы могут быть? Это могут быть договора материальной ответственности. Это могут быть... То есть затраты из данного пункта на обслуживание могут ложиться на затраты предприятия. Они могут поплачиваться по безналичному расчету. И самое главное, это сертификация дает право использовать данную программу на законных основаниях. Третий пункт. Это мобильный интернет. В каждом GPS-трекере мы устанавливаем безлимитную карточку мобильного интернета, которая сама по себе стоит порядка 50-60 гривен. Почему она безлимитная и для чего мы используем именно безлимитную? Мы безлимитную карточку используем для того, чтобы можно было сократить частоту передачи данных. А именно поставить ее на максимально низкий режим. Что такое максимально низкий режим? Мы устанавливаем передачу данных каждые 20 секунд. Минимальный промежуток передачи данных каждые 20 секунд. Что дает вот это показатель каждые 20 секунд? Если посмотреть в программу, где находится транспорт, то мы действительно видим, что он находится именно в этом районе, на этой улице, возле этого дома, или в данном участке поля, или на дороге. А не уже проехал, если данные будут передаваться раз в 5 минут, или раз в 10 минут, как у других, то за этот промежуток времени транспорт может проехать порядка 10-15 километров. Поэтому это для оперативной передачи данных. Четвертый пункт. Это количество отчетов, которые входят. Отчеты. Это порядка 250 видов отчетов разнообразных, которые может получать на основании GPS-трекера этой программы. Это отчеты по расходу топлива, по движению, по стоянкам, по остановкам, по расходу топлива в движении, в остановках, в холостом ходу. За каждая поездка будет выделена в отдельный промежуток. Заправки. Где были заправки, в каком месте, в какое время, сколько было топлива до заправки, сколько заправлено, сколько стало после. Для чего это сделано, такая подробность, это можно будет потом сравнить с путевыми листами, сравнить с чеками, которые предоставляют водители транспорта, и, соответственно, на этом сделать соответствующие выводы. Пятый пункт. Это техническая поддержка. Большая часть интеграторов системы мобильных, спутниковой технологии, техническая поддержка происходит по почте. Что это означает? Вы пишете свой запрос на почту с описанием проблемы. У меня не работает это, это, это. И обязанность технической поддержки в течение 24 часов вам ответить. Как же происходит у нас? У нас техническая поддержка по телефону. Это означает, когда возник какой-то вопрос, сразу звонится и получается консультация. Шестой пункт, самый последний, самый важный. Это мобильное приложение. Как мобильное приложение, зачем его нужно использовать? Мобильное приложение это сокращенная версия веб-интерфейса программы, для того, чтобы можно было использовать вне офиса, с плохим интернетом и для оперативной передачи данных. В мобильном приложении идет всего три показателя. Это можно построить, где транспорт едет в режиме реального времени, за период и посмотреть, где он находится сейчас. Также немаловажная функция мобильного приложения, это идет анализ вождения водителем. Это ускорение, входы, повороты и статистика, скажем так, лихачества водителя. И теперь, чтобы это подытожить, подытожить, сколько же это все стоит. Вот этот весь полный комплект обслуживания стоит 150 гривен в месяц с одной единицы, в частности, транспорта. Судя по количеству того, что дается в эту стоимость, эта стоимость очень даже маленькая. Теперь подробно разберем, какие бывают угоны. Угоны автомобилей в своей сложности делятся на две категории. Первая категория – это человеческий фактор. Вторая категория – это механический. Что же такое человеческий фактор при угоне автомобиля? Это с помощью разных уловок и махинаций вытащить, так скажем, вытащить или выманить владельца автомобиля из его транспортного средства. Данная механика, она является, за счет того, что она очень проста, поэтому пользуется популярностью угонщиков. Итак, разберем, какие есть случаи, какие махинации используют угонщики для выростов автомобилей. Мы разберем 5-6 самых популярных случаев, для того, чтобы вы могли избежать этих случаев, если у вас попадает в таком пути. Я сейчас схематически нарисую автомобиль, вид сверху. При данном вида угонах обычно используются два человека. Итак, первый случай, который самый распространенный. Первый человек, угонщик, проходя мимо автомобиля, наклеивает какую-то этикетку или бумажку, приклеивает заднему стеклу. Итак, проходя мимо, он наклеил обычно там этикетку какую-то, или жвачку, или обвертку от конфеты. Вот приклеил, побежал дальше. Водитель, действие водителя, он это увидел. Это специально сделано, обычно еще там стучат в автомобиль, в стекло и так дальше. Так как автомобиль уже заведен, водитель понимает, что убрать эту этикетку секундное дело. Соответственно, он выходит из автомобиля, чтобы ее извлечь. При этом, в 99,9 случаях автомобиль остается заведенным. В момент, когда водитель подошел и убрал данную этикетку и взлет, здесь, в это время, заскакивает злоумышленник, садится за руль и угоняет автомобиль. Данная процедура занимает практически несколько секунд. В 30 секунд это можно вложиться, и многие этим пользуются в данном случае. Совет, когда к вам что-то наклеили, что-то сделали, не обращайте на это внимания, или заглушите данный автомобиль, возьмите ключи с собой. Еще одним распространенным случаем, это когда, здесь я изображу вот так, зеркала. Зеркала заднего вида. Что делают? Тоже злоумышленник проходит или отсюда, или отсюда, и берет нарочно, я сейчас нарисую зеркало, заднего вида, вид сверху. Вот так оно происходит. Проходя мимо злоумышленник номер один, отодвигает, сдвигает это зеркало, или закрывает вовнутрь, или наружу. Данные зеркала в этом месте не закреплены, они имеют, скажем так, или автоматический, или, то есть, у них есть люфт для закрытия, или открытия. Соответственно, когда он, когда, опять же, автомобиль при этом заведен, да, то есть, они его поджидают, автомобиль заведен, пробегая мимо, он его закрыл, или открыл это зеркало. Соответственно, водитель, видя данную ситуацию, ему нужно это исправить. Соответственно, водитель, так же сам выходит его поправить, это зеркало, это тоже занимает несколько секунд, чтобы войти. В это время злоумышленник номер два тоже садится за проем этот автомобиль и уезжает. Это у нас выхлопная труба, или так называемый фаркоп для буксировки. Что делают злоумышленники? Они берут жестяные банки от пива, или других напитков, и собирают их в такую связку. Вешают с помощью проволоки или на выхлопную трубу, или на фаркоп, крючок, буксировки. И, скажем так, прячет, вот лаз прячет ее по автомобилю. Владелец автомобиля ничего не подозревает и не видя это, проходив мимо, потому что эта конструкция находится под автомобилем. Садясь в автомобиль, заводит его и начинает ехать. Проехав несколько, 10-20 метров, он понимает, что сзади автомобиля идет грохот. Понимая то, что у него или пробитое стекло, или какая-то запчасть отпала, или колесо спустилось, каждый автовладелец или водитель останавливается, чтобы посмотреть. То есть выходит водитель, и чтобы посмотреть, что же там сзади. В 99,9, практически в 100% случаев автомобиль остается заведен. Ситуация та же. В это время злоумышленник, один или два, запрыгает автомобиль и уезжает. Это переднее стекло автомобиля. Это у нас дворники. Что делают грабители? Они под дворники засовывают поддельную купюру, сложенную несколько раз. Доллар или так дальше, или гривны. Когда водитель заводит автомобиль, он или при... Обычно там прочищает стекло от капель воды и замечает, соответственно, вот эту купюру. Почему ее заметно? Потому что с помощью ее она начнет же ездить вместе с дворником. Поэтому чаще всего водитель тоже понимает, что убрать ее несколько секунд. Поэтому оставляет заведенным автомобиль и, соответственно, выходит по этой траектории или назад, но чаще всего вперед, дабы ее убрать. Для этого нужно обойти автомобиль. При этом тоже дверь остается открытой. Главную ученик тоже запрыгивает за автомобиль, за руль и выезжает. Последнюю ситуацию расскажу. В больших городах, где часто используется частный извоз, не служба такси, а частный извоз, где практически подвозят любого пассажира, который поднял руку и голосует. Значит, схематически вот эта дорога, обочина назовем вот это. Голосуют обычно, обычно это девушки, потому что к девушкам больше доверия. Остановился, останавливается автомобиль у обочины, открывается окно, спрашивает вам туда по дороге, да, подвезу и так дальше. Что делает девушка? Она просит водителя, водителя положить ее сумку в багаж. Это на большой чемодан, в салон ее не положено, она говорит, спрашивает, а можно ли положить его в багаж? Что при этом происходит? Водитель обходит сюда, берет чемодан, возвращается и открывает багажник. при этом дверь оставляет и машину заведенную. В это время девушка не сюда садится, а бегает, за руль вскакивает и уезжает. Ситуации простые, банальные, но тем не менее, они составляют порядка 80% ввода автомобилей. Я сейчас принципиально не беру во внимание те, скажем так, ситуации, когда во время движения останавливают, какую-то якобы аварию инсценируют, или какие-то подкладывают какие-то предметы, или как будто там что-то сбил, водители мопеда бросаются под колеса автомобиля, или какие-то инсценировки. В данных ситуациях система GPS-мониторинга смеси GPS-трекера, если он установил автомобиль, поможет по горячим следам найти автомобиль и проследить его траекторию полета. Не исключено, что возможно его в скором-то времени заглушат или так дальше, но как бывает из практики. Из практики данный автомобиль угоняет не через весь город, а данный угнанный автомобиль обычно оставляет где-то рядом во дворах, рядом в каких-то парковках, рядом, скажем так, с местом угона, не гонят его через весь город, чтобы не попасть на патрульные полиции. То есть его угоняют недалеко и оставляют в заброшенных дворах так называемых отстойников, чтобы он постоял 2-3 дня, не заберет ли, не найдет ли его, скажем так, владелец. Если в данной ситуации установить GPS-трекер, оперативно можно найти данный автомобиль. То есть, если сравнить со стоимостью порядка 2,5 тысяч гривен и со стоимостью автомобиля, это как раз небольшие затраты. Переходим к механическому факту. Что такое механический фактор? Это уже подготовленный угон, это использование... Как происходит данный механический фактор? Первым этапом разбирается личинка замка автомобиля. Откручивается или высверливается, или разбирается, потом с помощью отвертки или других приспособлений открывается автомобиль. Вторым этапом обычно в большинстве случаев установлены так называемые сигнализации пищалки. Следующим этапом угонщику нужно открыть капот-багажнику и отключить клемму. Третий момент. С помощью поддельных ключей и с помощью поддельных считывателей через ОБД-разъемы заводят автомобиль и его угоняют. Основной особенностью данного вида угона является его сложность, является то, что требует специального оборудования. Это его делают уже более профессионалы, которые уже... У них есть подготовленные ключи под эти виды автомобилей, под конкретные модели даже. У них есть специальное оборудование, которое диагностируют, заглушивают и так далее. Основной особенностью данного угона и основным принципом для угонщика о том, что они должны вложиться в угон не больше одну, две, максимум три минуты. Если в данное время они не укладываются, зачастую автомобиль бросается и переходится к другим. Как же, скажем так, как этого избежать и какое оборудование для этого нужно, чтобы, скажем так, избежать угона с помощью механического и человеческого факторов. Итак, поговорим об оборудовании, которое может использоваться в этом случае. Первое, это наш GPS-модуль или GPS-трекер, который мы уже описывали ранее. Я буду здесь писать приблизительную стоимость, чтобы было понимание. GPS-трекер стоит порядка 3200 гривен и монтаж, буду рядом писать, в районе 400 гривен, в зависимости от разного региона, стоит монтаж данного. Что дает GPS-трекер и какие функции он выполняет в данном комплекте? Первая основная функция это контроль автомобиля в режиме реального времени. Вторая функция это сбор данных со всех датчиков, которые могут быть предустановлены. Данные виды оборудования он поможет найти по горячим следам автомобиль до его места стоянки. Вторым самым важным и самым интересным фактором, который используется это иммобилайзер. Это приблизительно выглядит он небольшое устройство которое имеет 4, 6 или 8 кнопок. Это так называемый пароль. То есть устанавливается в автомобиле и не дает завести автомобилю без ввода собственного пароля. Если данный пароль не введен автомобиль не заводится. И когда собственник автомобиля вышел из него вышел из него и забыл скажем так ввести этот пароль в течение 30 секунд он становится на охрану самостоятельно. Третий пункт реле блокировки. Я забыл указать по иммобилайзеру стоимость его порядка 2000 гривен и монтаж где-то порядка от 600 до 700 гривен. Реле блокировки. Реле блокировки подключается к иммобилайзеру и может блокировать разные устройства автомобиля. Некоторые модели иммобилайзера поддерживают до четырех реле блокировки. Что может блокироваться? Это может блокироваться подача топлива то есть реле блокируется топливный насос. Может блокироваться зажигание то есть отсутствие зажигания может чтобы автомобиль не заводился. несколько скажем на усмотрение в зависимости от модели еще несколько видов блокировки. Стоимость реле в реле блокировки есть двух видов. Это проводные и бесконтактные. Приблизительная их стоимость где-то 1900 гривен за один. Монтаж составляет где-то 600 гривен. Четвертый пункт. Это так называемая сирена. Сирена, которая, функция сирены, это когда в автомобиле сели, пытаются завести, но при этом не ввели пароль и издается звуковой сигнал. Отключается сирена путем ввода все-таки правильного пароля и, скажем так, больше на функции отпугивающие делает и привлечение внимания к автомобилю. Сирены есть разного, порядка от 500 до 1000 гривен. Монтаж в среднем 200 гривен. Следующим пятым пунктом это так называемая тревожная кнопка. Тревожная кнопка имеет маленький размер, устанавливается в автомобиль в незаметных местах и подключается к GPS-трекеру. Функции тревожной кнопки, когда это используется? Когда угон автомобиля осуществляется с помощью вооруженного ограбления или какой-то нештатной ситуации, то водитель автомобиля может нажать тревожную кнопку и с помощью GPS-устройства можно увидеть его точное местонахождение. Данные сигналы могут исходить и приходить к родственникам, в службу охраны, в страховую службу или службу диспетчерского центра системы мониторинга. Данные, скажем так, 5 пунктов. Я их подведу чертой. Стоимость кнопки там порядка 200-300 гривен. Ну и монтаж где-то тоже 200 гривен. Данные, скажем, данный функционал это минимальный, минимальный, который необходим. Что бы я еще рекомендовал как дополнительное, да, дополнительное, скажем так, средство защиты. В принципе, данного набора уже достаточно, да. Но что еще можно, скажем так, порекомендовать дополнение. Я бы порекомендовал два пункта. Он является дополнительным, необязательным, но тем не менее он поможет добавить еще надежности в ваших охранных системах. Механические средства блокировки. Первое, это блокировка капота автомобиля. В первом случае, в начале разговора я перечислял, когда вторым действием гонщику нужно открыть капот автомобиля. В ситуации, не предусмотрена дополнительная блокировка автомобиля, капот открывается без ключа, просто нажав рычажок внутри автомобиля и капот открывается. Установив данные, скажем так, дополнительную блокировку капота, это нужно уже с помощью дополнительного ключа или дополнительного кода его разблокировать. Капот в автомобиле открывается не часто, поэтому, скажем, можно и, скажем так, эту функцию применить. Есть, давайте я, скажем, объединю два этих пункта. Еще есть блокировка коробки передач. Это тоже с помощью ключа блокируется механические коробки передачи и с помощью дополнительного ключа иммобилайзера, соответственно, можно блокировать коробку передач. С одной стороны, это неудобно каждый раз, оставляя дополнительный ключ и, скажем так, разблокировать эту коробку, но, как минимум, оставляя машину на ночь или уезжая куда-то, это можно сделать. Приблизительная стоимость. Значит, есть универсальные блокираторы, а есть под конкретную марку модель автомобиля. Приблизительная стоимость блокировка капота составляет 2700 гривен, блокировка это универсальный, универсальный в районе 2700, а в зависимости от модели, там уже идут на дорогие модели, доходит до 4-5 тысяч. Вот, назовем здесь 5 тысяч. Блокировка коробки передач тоже, вот здесь уже непосредственно под каждую модель индивидуально. Стоимость их тоже варьируется от 3000 до 6000 гривен. Применим, подытожим, да, применим данной технологии, данный, скажем так, незамысловатый, недорогой комплект оборудования, даже до этого пункта, да, мы получим надежную защиту, да, в большинстве случаев угона, которые мы перечислили. Поэтому, всем рекомендую это делать, потому что это, по сравнению со стоимостью автомобиля, это совсем незначительная сумма. С вами был Алексей Позняков, вы на канале все про GPS-мониторинг компании WUSC. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. Посмотрим, если вам понравилось, я вам понравилось. Игорь Негода. Балее. Мы хотим. Какой клом? У нас Greчинга?